Перебросок, Вашкевич дает отскок и да, подчищает за собой же добивание. Здесь сразу же потасовка у нас завязывается, но без драки. Вот новополочане, я думаю, что будут по любому поводу здесь показывать свою заряженность. Пока Антонов за воротами и оттуда начинает новую атаку. Антонов у нас лучший бомбардир-то в регулярке своей команды, если ты говорил, ходит сейчас на спину Антонов. Бросок и гол, 1-0 становится счет у нас, забрасывает Андрей Павленко. 15-й номер с пятачка там в большинстве игрокируют. Да, здесь Павленко накатился и низом, смотрите, какой бильярдный выстрел, низом получается. Поразил он ворота Антонов своего оппонента в борт. Бросок Атинни и гол, 3-0 до Станка забрасывает. Вы смотрите, кто бы думал, да? Выиграли вбрасывание. Домашняя команда, да ладно. Может быть Сатишвили. Передача на Раисова. Закатывался здесь, конечно, на бросок в касание. Минчан, бросок, добивание, еще одно добивание. Вашкевич, Вашкевич шайбу забирает. Здесь тут же будут растаскивать. Падение на вратаря не самое приятное. Аж два игрока приземлились на голкипера и будут удаления. Будут удаления в любом случае. Смотрим повтор. Да, здесь все-таки накрыл шайбу Садовик. И быстренько Юность снова начинает атаку. Наконец-то появляется Садовик. Благо для команды, хотя и большинство соперники не реализовали. Бросок и гол, 4-0. 4-0 это Барковский по исходу этого большинства. Забросок. Да, здесь бросок не сказать, что прямо с близкой дистанции, с радиуса круга. Вы правы у тебя. ЗАОО БОБИШКИ. И Так Это безусловно на психику Вратаря тоже влияет А вот тут выход 2 в 0 Передача не очень хорошая Мне кажется можно было самому бросать Смотрим и повтор Да, моменты которые были у Химика Кстати Швили уже там мне кажется И Раисов и Антонов подкатились Поэтому можно было и самому бросать Но Там и Фомин конечно был готов Играть по этой шайбе И в угол уже смешно назад Но шайба до партнера не дошла Падение в своей зоне Игрока Химика Ох ты Здорово сейчас расколол Как говорят хоккеисты Ну да, здесь не самое приятное Опустил еще голову вниз Пальчик Поэтому прийти в себя Но вот сейчас пришел в себя пальчик Вот как раз таки этот хит На нем Но там уже был прям заряжен Гусаров Кого-то из соперников встретить Потому что его там опрокинули В своей зоне Ему хотелось как бы Должок такой вернуть Более полусотни зрителей 643 На данный момент Сейчас у меня в онлайне И всего же 136 лайков Давайте поднажмем Здесь Химик в атаке Пас Бросок И гол 4-1 Становится счет Одну шайбу Новополочане Отыгрывают Это Сатишвили Смотрим повтор Здорово Мороз здесь доборос Ну молодежь Ну молодежь тут соорудила Гол Пас какой отдал Подкидка Сатишвили Сатишвили то попал еще С острого угла Вы посмотрите Как здорово Сыграно Но Просто шикарно Пас на Мороза Дальше Садовик Снова Мороз Можно бросить Мороз бросает На месте Фомин Добивание будет Добивание есть И Нет все таки Отбилась Юность Продолжается правда Атака Химика Мороз Бросок Блокируется Барковским И бросок Касанет Каштанова Вот это наверное Первый момент Да Отразил шайбу Фомин Присел на одно колено И там еще череда Добиваний было Но они в повтор Не вошли И потом Когда Каштанов Касанет Садовик Ну вот Немножко спал Градус в этой атаке Но продолжается Это наступление Химика Здорово разыграно Фомин на месте Но благо Прошло Ух ты Как неплохо Было сейчас задумано На Партнера Бросок Будет ли добивание Нет Тут пас на Минцюкан И пятачок Не проходит Вилли И дальше у нас Садовика Снова Сатишвили Можно бросить Есть прострел Есть прострел Который перехвачен И здесь Фомин уже шайбу Накрывает Минута 23 до конца Здесь драка у нас Будет ли драка Нет Станка быстро отлетает А там партнеры Вписываются за него Но тоже До Сбрасывания перчаток Дело Не доходит Конечно же Да Не видно Смотрим Здесь В чем вообще Причина была Помахались Немножечко Сатишвили И Каштанов Сдастанка А вот что там Китаров Такого сделал Что А Китаров Вмазал Это все Оказывается Не очень продуктивно А тут момент У ворот Шпилева И нет Даже не бросает Сейчас Павлен Так полез Но бросить там Уже не дали Барковский Синий Шпилев Шпилев На месте Шпилев Шайбу Забирает Здесь снова Потасовочка У нас Чуть не подраль С Пироговского Шлем слетел Дадут ли две минуты В этом случае Интересно Лагунов Здесь конечно Очень заряжен Поэтому Не забывайте об этом Про подписку Я уже и не говорю Я думаю Что подписка Это И ждут Ждут Пока там Появится Лагунов Снова на площадке А тут Дрозд Один Обыгрывает Дрозд Бросает На месте Шпилев Моментик Какой себе Дрозд Придумал В конце Поединка Здесь Павленка Будет Отхватывать Да и остальные А может быть Драка Ну давайте Ребят Ну сбросите Кто-нибудь В перчатки Было бы нам Интересно Посмотреть за драку Но пока Это все В варианте Коллективной Потасовки Какой-то Дрозд У нас не избежать Удалений Снова Поедут Хоккеисты Отдыхать Какие-то Вопросы Только Равные составы Ну то есть По одинаковому Количеству Отправят Или уже У кого-то Больше У кого-то меньше Хозяева Мороз Скидка на землянки На передача Наверх Бросок Добивание будет Ох Не попадает Там Лагунов Так как Похоже мне Это время Новополочане Выбрасывающие Обою на сезон И здесь Даже можно Четвертый гол Организовать Пятый гол Нужно вообще не организовать Не в штангу Попадает Пироговский Но это уже Большого значения Не имеет Здесь пытался Наверное Успеть быстро Пироговский До сирены Но все 4-1 С таким результатом Завершается Наш поединок За счетом 4-2 В серии Выигрывает Минская юность Ну третий период Выиграли Новополочане Что вот Интересно Но посвистывают Конечно Болельщики Химикой Можно понять Они расстроены Но Команда билась Безусловно Да Статистика Практически полностью Остается за Юность Но вот смотрю Сейчас нет По блокшотам Химик выиграл Причем с более чем Двухкратных преимуществ 16-7 По силовым приемам Также друг друга знают Кто-то с кем-то Играл уже По детям Кто-то с кем-то Пересекался в сборной И так далее Тут уже и Саулов С Кмылев Но Приятно Приятно Видеть улыбку На лице Олега Владимировича В принципе Не так Часто он улыбается Но вот Новополоцки Распродали все билеты И Поэтому приятно Приятно было Я думаю Что Приятно было Находиться И всем фанатам На Арене Всего традиций Да Здесь уже и болельщики Появляются На площадке Может быть даже Совместное фото Но Да Здесь Отдают Должное Фанаты Своей команде Боролись Боролись Подопечные Хмыляна Помню Что Во первом поединке Они уступили Со счета 0-2 Второй выиграли С таким же счетом 2-0 Дома уступили 1-2 И 3-4 4-1 Выиграли Пятый матч И вот Сегодня Уступили Со счетом 1-4